Ну, смотрите, вот этому блондинчику, Звёздному Лорду, можно волосы на голове в чёрный цвет покрасить, чёрный плащ дать, будет чисто Адам Дженсен из Даус Экс, хрена отличишь. Енот Аналеса по бреем, будет Хитман Коднейм Бесец. И вот дерево вообще идеально подходит на роль новой Лары Крофт. Вон оно, плоское, как доска. Вообще, Тум Рейдер готов. Это ты к чему сейчас ведёшь? Ну, мы же пытались зарабатывать деньги на сериях Даус Экс, Хитман, Тум Рейдер, не получилось. Пытались сделать игру по мотивам Стражей Галактики под Марвел, тоже пытались заработать, не получилось. Вот, я предлагаю это объединить. А давай сделаем порно-пародию. Ну, мы же уже делали дрочильню по Мстителям, игрокам не понравилось? А мы сделаем настоящую порно. Как казалось, людям просто пародии недостаточно. Енота брить на лысо? Не, 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 не. Лучше сиськи ему приделаем. Фури сейчас в моде. Хорошо. И хвостик попушистее. И ушки поострее. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Marvel's Guardians of the Galaxy. Стражи Галактики. Это, к сожалению, не совсем киношная версия Стражей Галактики, а может быть даже к счастью. У нас немного другие персонажи, которые больше соответствуют комиксу. У них немного другой облик, но это по-прежнему очень яркое, красивое, динамичное приключение с огромным количеством шуток и стёбом персонажей друг на друга. И, в общем-то, это всё, что мы можем сказать про эту игру. Больше нечего, потому что кроме сюжета, блин, по сути, играть там не во что. Я бы сказал, что да, это красивое, качественно сделанное, в стиле Marvel, в хорошем смысле, с крутыми персонажами, с крутыми постановочными сценами, мыльное кинцо. Ну, не мыльное в случае... Чётенькое, уже чётенькое. Чётенькое кинцо. Кинцов 4К. Так сказать, прогресс есть, теперь всё чётко, красиво, на ПК и консолях нового поколения в режиме графики без мыла. Всё как надо, прям смотришь на текстурки максимально чёткие, смотришь на некоторые вот декорации, всё чётенько, красиво, деталей полно, наслаждаешься, услада для глаз, так сказать, ощущение, что тебе в лицо срут мощным потоком денег. Прям всё как надо, всё как мы любим во времена PlayStation 3, но только без мыла. Я бы отметил, что это идеальная игра для верхнего интернета, ну, для тех самых игровых журналистов, для которых картинка и презентация важнее, чем, собственно говоря, геймплей. Которые приходят и такие, боже мой, вот это красота, боже мой, вот это декорации, что же происходит, вот это диалог, а как они друг с другом относятся, а что по игре, что по игре, что там персонажи делают. Да впень, давайте посмотрим следующий ролик, посмотрите на эти глаза, на реснички, они прорисовали даже реснички, а вот эти декорации, вы представляете, они оформили весь этот коридор, чтобы ты не просто так по нему проходил, а ходил и любовался, это практически как Naughty Dog. Нет, Стражи Галактики, к сожалению, даже близко не напоминают игры от Naughty Dog. Уровень постановки, проработки героев и взаимодействия между ними, да, но Naughty Dog никогда себе не опускала до того, чтобы наплевательски относиться к геймплею. Для них геймплей стоит на первом месте и, собственно говоря, чем велик Uncharted 2, они геймплей умудрились соединить с постановкой. И именно поэтому, когда ты проходил Uncharted 2, ты ощущал себя внутри фильма, а не снаружи, ты не был просто зрителем, ты был участником, и это было великолепно проработано у них. А здесь у нас просто, как сказал Миша, кинцо. Кинцо, безусловно, крутое, кинцо, безусловно, качественно сделано. А зачем мне, как игроку, смотреть кинцо? Нет, то есть мне, как зрителю, интересно смотреть кинцо. Вот если я эту игру посмотрю от начала до конца на ютубе, что я потеряю? Я хоть что-нибудь потеряю, потому что, когда я эту игру стримил, у меня за два с половиной часа было три боя, по-моему, с колобками. Потом было два боя с желешками и один бой с какой-то кракозяброй. На этом все. Причем бои одинаковые. И я так и не понял, что я тут забыл, как игрок. Вот я бы, например, куда с большим энтузиазмом отнесся к тому, что компания Эйдос Монреаль входит в состав Диснея и теперь начинает делать мультсериал по Стражам Галактики. Я бы сказал, ребята, вот-вот, отличная работа, вы можете. И более того, игра на самом деле выглядит великолепно. И как мультсериал она бы элементарно зашла на диснеевском вот этом вот канале. Более того, она бы круто выглядела на фоне продукции современного Диснея. Не то, чтобы Стражи Галактики берут какую-то принципиально новую высоту в демонстрации космического юмористического приключения, ну, с элементами драмы, естественно, но здесь именно что качественно проработанные персонажи. Здесь именно что грамотно построенный сюжет с аккуратным раскручиванием глобальной какой-то истории. Когда в начале Стражи Галактики, ну, нам еще показывают, что они вот команда, но пока еще не крепко сплоченная команда. Скажем так, команда, но не семья. Пока не семья, да. К сожалению, Гамора пока не дает. Да. Да. Почему в Алабаме запрещена поза реверскоу-герл? Потому что нельзя поворачиваться спиной к семье. Замечательная шутка. Мы ее не первый раз рассказываем, но она классная, мне она нравится. То есть они вот команда еще такая, не сильно сплоченная, они выполняют задания, задание идет не совсем по плану, они попадают на деньги, они придумывают способ, как эти деньги заработать, не очень честно. Тоже попадают в передрягу, пытаются из этого всего выпутаться. На этом фоне начинает развиваться такой глобальный сюжет, то есть в плане проработки истории вот аккуратно, слой за слоем, герой сталкиваются с новыми проблемами, пытаются их решить. Это все вот раскручивается, раскручивается, выходит на новый уровень, становится масштабнее. Это здесь продумано замечательно, без вопросов. То, как раскрывается каждый персонаж, отношения между ними, тоже проработано круто. То, как повествование переходит из серьезной составляющей в юмористическую, тоже замечательно. Некоторые сцены, некоторые персонажи милые, восхитительные, великолепные, смешные. Сцена перепалки между Звездным Лордом и Ракетой одна, она восхитительна, она вызывает здоровый смех, она потрясающе сделана. Некоторые сцены, когда, например, Ракета пытается взломать там дрон летающий, а Звездный Лорд заболтать, персонажи тоже смешные, отлично сделанные, с хорошо прописанными диалогами. Когда ты смотришь взаимодействие персонажей между, там, собеседниками Звездного Лорда и других членов команды, и Звездным Лордом и Ракетой, который в это время что-то делает. Собачка Косма, русская собачка, которая разумная, которая тоже важную роль играет в сюжете. Советская. Советская, да, советская, русский советский. Вот, то есть, классный герой. Конечно же, леди Хеллбендер, правильная, сильная женщина. И ее роль в сюжете прекрасна, правильный, сильный персонаж, ее умение командовать монстрами. Правда, там сделано так, что она, типа, уважает других, тоже максимально сильных персонажей, ну, типа Дракса. Хотя это не совсем правильно, вот я бы ей показал. Я бы ей показал, что не надо недооценивать бешеных хомячков, у которых неплохо подвешен язык. О, Господи, ты бы ей показал только свою розовую попку, когда она тебе показала свой хлыстик. У нее не хлыст, у нее молот, но... Да, 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 и ты бы говорил, еще, еще. Да, конечно. Я же говорю, бешеный хомячок при желании может усмирить самую дикую киску. Здесь, если вот мы начнем рассматривать сколько-нибудь значимых в сюжете персонажей, злодеи, ну, потому что Марвел, он здесь блекловатый, но если мы выйдем за пределы злодеи, там еще пара героев не очень удачно продуманных, почти все персонажи интересные чем-то дозапоминаются, чем-то до тебя цепляют. Ты после завершения приключения легко сможешь вспомнить, чем тот или иной персонаж тебе запомнился. Здесь есть, кстати, прекрасная драматичная линия, связанная с Драксом, связанная со Звездным Лордом, то есть они здесь не выглядят именно источниками шуток. Как я уже сказал, здесь очень крутое сочетание юмора и драмы. Но еще стоит отметить, да, это Марвел, поэтому, несмотря на то, что перед нами космическое приключение, масс-эффект, я бы не назвал это масс-эффектом. Масс-эффект это вот космо-опера с акцентом на слово опера. Она вот такая тяжеловесная, пафосная, серьезная, мрачная, давящая местами. Галактика под угрозой. Да-да-да, галактика под угрозой. Там акценты же, опера, давление на героев. А здесь, несмотря на наличие серьезных моментов, это именно марвеловское задорное приключение, где Ракета и другие участники представления стабильно косплеят персонажа Джо Пеша из фильма «Один дома». Ну, английскую версию этого персонажа, где Джо Пеша, играя вот этого бандита-домушника, он не мог материться, потому что фильм детский, поэтому он забавные звуки издавал и пытался, ну, таки, недовольство. И здесь тоже всякие забавные слова, которые символизируют нецензурную брань. Это классно. То, как Ракета это делает, это восхитительно, как я уже сказал. Когда ты смотришь на сюжет, когда ты следишь за развитием событий, когда ты следишь за взаимодействием этих персонажей, ты действительно получаешь от происходя... Я сейчас чуть не сказал слово «игра». Нет, я не могу сейчас это сказать. Я не могу сейчас сказать это слово. Ты получаешь от происходящего удовольствие. Ждем игровое кино на канале Disney Plus в виде мини-сериала. Очень сильно ждем. А что по игре? Ну, ты управляешь только Питером Квиллом, Звездным Лордом. В процессе сражений ты используешь его бластеры. И ты отдаешь команды соратникам, чтобы они использовали те или иные умения. Ну, Грут, например, корнями сковывает движения противников. Гамора наносит очень сильный удар противнику. Дракса глушает, ракета бросает гранату. То есть у каждого персонажа есть несколько умений. Есть очевидный набор комбинаций. Есть некое разнообразие в противниках. Типа кружочки, типа квадратики, типа гуманоиды. Есть Джаггернауты, кстати. Ну, такие большие роботы, которых надо долбить, пока они не умрут. Нет, ну ты смеешься, но все это напоминает хорошо сделанную JRPG. Ну, японскую ролевую игру. Я не смеюсь. Где классная постановка, много красивых роликов. И при этом персонажи идут от аренки к аренке и уничтожают монстриков. Все завязано там на прокачке и взаимодействии между напарниками. Или здесь сражений не так много, как хотелось бы? Нет, здесь сражений не то, чтобы не так много. Здесь нету именно какой-то глубины в механике. Здесь все очень поверхностно. Здесь ты прекрасно понимаешь, ну вот такая комбинация есть, вот такая комбинация есть. Вот так можно оглушить врага, чтобы быстрее с ним расправиться. Здесь многие комбинации очень легко читаются. Здесь многие приемы в сражениях с противниками повторяются. Я подчеркну эту мысль. Здесь нет какой-то глубины интересной в механике, чтобы ты напрягался серьезно во время сражений. Я проходил игру на высокой сложности. Там три сложности предложены авторами. Плюс еще можно многие элементы сложности настраивать. Наверное, еще игру можно как-то даже сломать. И я больше скажу, если вы будете играть в «Стражи Галактики», то лучше проходить на нормальной сложности, а то и вовсе на максимально легкой. Чтобы сражения длились как можно меньше. Потому что в процессе битв там с одной стороны, да, вот звездный лорд кувыркается, ты командуешь своими друзьями там сюда, сюда, сюда. При этом, как я уже сказал, повторения есть. Сражения на высокой сложности затягиваются. Сражения к концу утомляют. Я не говорю, что это минус игры. Нет, потому что я специально проходил на высокой сложности, чтобы понять, ну, как вот игра вот работает на этой сложности. Плохо она работает в таком режиме. Потому что сражения затягиваются. Потому что в этом режиме еще появляется элемент, что герои меньше повреждения наносят противникам. Соответственно, ты должен, ну, типа, напрячься, типа, что-то придумать. То есть ты все видишь, что надо делать. В этой игре даже на высокой сложности умереть проблематично. Я за все прохождение умер один раз. Ну, в бою, именно в бою. Не там падая с выступов, не за пределами сражений. Именно во время битвы я умер один единственный раз. То есть игра, а, нетрудная. Б, не предлагает каких-то интересных решений в рамках механики. И в сражении из-за этого страдают от единообразия и не доставляют какого-то удовольствия. То есть здесь, по сути, главный плюс боевки это то, что она не бесит. Не вызывает сильно негативных эмоций. Особенно, если вы будете играть на Изи или на Нормале. И, соответственно, так воспринимается, как такая вот перебивка. Перерыв между сюжетом. Чтобы не было вот сплошного сюжета. Чтобы проект еще напоминал все-таки игру. И тебе позволяет вот сражаться. Но вот здесь же есть еще прокачка. И прокачка является, ну, вот в том-то и дело. Что ее как бы нет, но в то же время вот эти вот унылые прогулки по коридорчикам. Они не до конца унылые. Персонажи общаются, бросают друг другу реплики. Забавненько. Но ты идешь по коридорчику. Иногда у коридорчиков бывают развилочки. И в этих самых развилочках ты должен постоянно побывать там, побывать сям. Излазить каждый уголочек. Потому что за этой самой бочкой точно будет ресурс для прокачки. И вот за тем ящиком точно будет. И вот сюда загляни. И ты поднимаешь эти ресурсы, поднимаешь эти ресурсы, поднимаешь эти ресурсы. И каждый раз, когда ты поднимаешь эти ресурсы, ты не до конца понимаешь, зачем вот этот элемент здесь сделан. Я хочу просто пройти по красивому коридору, выслушав реплики. Я не хочу отвлекаться на эту бестолковую возню. А бестолковая она потому, что прокачка в этой игре говно. Ну, там есть несколько навыков, которые ты постепенно покупаешь. 15 штук. 15 штук. Часть из них мусорные, часть из них что-то тебе добавляют. Какой-то радости от получения очередного перка ты не испытываешь. Но при этом ты вынужден постоянно ходить по этим самым углам. Подбирать вот эти ресурсы для прокачки. Здесь посмотрел, там посмотрел. Иду дальше. Мне это не понравилось. Я тоже от этого особого восторга не испытал. Плюс у каждого персонажа есть несколько активных умений, которые ты разблокируешь за очки. Опыт тебе выдают за победу в сражениях. Ну, еще раз. Здесь прокачка, она куцая, она примитивная. Если бы ее не было, если бы эти умения просто выдавались автоматически по мере прохождения. Здесь, собственно, ряд способностей для Звездного Лорда выдают по мере прохождения. Если бы здесь все просто выдавали по мере прохождения, игра бы от этого, в общем-то, ничего бы не потеряла. Потому что вот эта беготня за ресурсами, Виталик правильно говорит, не очень доставляет. И выглядит именно что аппендиксом, чтобы как-то сделать игру подольше. И показать, посмотрите, вот у нас игра. Посмотрите, у нас не только постановочка. Оправдание развило в коридорах. Вот и все, зачем нужна эта прокачка. Согласен. Прокачка это такой не очень нужный элемент. А вот что является эталонным показателем упущенных возможностей, это реализация битв с боссами здесь. Которые сделаны тоже под JRPG. Типа под механику. Типа под напряжение. Типа под то, чтобы ты проявил все свои навыки. Например, вылезает здоровенный монстр. У него там полоска жизни. Да еще и типа не одна. У него там здоровенная клешня. Он начинает долбить арену. Ты прыгаешь по арене. Мол, напрягайся. При этом ты этого монстра без особых усилий убиваешь. Отбивая ему эту полоску жизни. И как-то все. И при этом боссов здесь мало. И другие сражения проходят по идентичному сценарию. Финальная битва это просто фуфло. Предфинальная битва, в общем-то, тоже не очень. И вот когда я смотрел на вот такую реализацию боссов, во мне включался мой внутренний диванный геймдизайнер. Поэтому сейчас у нас небольшая рубрика «Диванный геймдизайн» от AXBT Games. Я убежден, что в подобной именно сюжетно-постановочной игре, игра, которая тебя в первую очередь пытается удивлять эффектными постановочными моментами, отлично бы вписались боссы в стиле, например, God of War классического битвы Кратоса и Титанов. Или сражения в стиле Байонеты 2, где там один эпик вылезает, второй эпик вылезает, один эпик сжирает второй эпик и высирает тут же этот эпик, а потом они еще между собой как-то взаимодействуют. То есть моменты, когда герой прыгает по телу оздоровенного монстра, тем более здесь есть пять разных персонажей, которых можно прикольно использовать, чтобы они этого Титана там как-то сковывали его движение. Один туда, один туда, один туда. Гамора туда там куда-то напихивает. Звездный Лорд всем этим командует в это время. Это было бы, на мой взгляд, восхитительно. А не просто вот, жирный противник, команда героев, любитесь. Нет. Вот просто нет, к сожалению. Боссы здесь не то чтобы унылые, еще раз, это именно что упущенные возможности. Ты смотришь обидно. Ты смотришь на одни постановочные моменты, говоришь, ну вот, вот, вот. А потом боссы, ну окей, пошел я дальше, что называется. Ну ладно, в сражениях все-таки есть один прикольный момент. Так называемая летучка. Это суперспособность, которую ты можешь активировать. Команда собирается, ты должен сказать мотивационную фразу, там на выбор две реплики предоставляется. Угадал, замечательно. Команда начинает под какую-нибудь задорную композицию расправляться с монстрами. Ну и получает бонусы полезные. И, в общем-то, прикольно. Знаешь, что надо было сделать вот в этой вот летучке, вместо вот этой вот боевки банальной? Надо было сделать мини-игру под Guitar Hero или под караоке из Якудзе серии, чтобы ты долбил по кнопкам, а на арене эффекты персонажей прыгают, веселятся, бабахаются. Классно! А не вот необходимость выполнять несколько приемов очевидных и постоянно кувыркаться, чтобы не попасть под удар. Было бы забавно. Но все равно сражаться под задорную музыку прикольно. Опять же, когда я говорю про механику Стражей Галактики, мне хочется использовать термины прикольно, не бесит. Ну, сойдет. Ну, хорошая перебивка. Но никак и хвалить механику за какие-то крутые решения, интересные испытания, продуманное сражение. Нет. Здесь, напротив, под конец я очень хорошо замечал, что враги повторяются, что тебе снова и снова надо убивать этих здоровенных джиггернаутов, что сражения в принципе не представляют каких-то трудностей. Это просто неизбежный такой вот барьер перед очередной порцией хорошего контента. Вот так вот. Благо именно структура компании здесь тоже продумана круто, без вопросов. Здесь в компании есть буквально пара моментов, когда ты сталкиваешься с серией битв, но таких моментов немного. И длятся они тоже немного. В компании обстановка именно, что постоянно меняется. Разговоры, прогулка, сражение, полет на корабле, постановочный полет на корабле, диалог, где ты можешь выбирать варианты ответов, что оказывает небольшое влияние на игру. Ну, понятно, что не радикальное, повторюсь, это не масс-эффект с его прогонным ренегатом и не какая-то там ролевая игра с влиянием поступков героя на концовку и на то, выживет там какое-нибудь поселение в галактике или планета или нет. Тут такого не наблюдается. Это именно что сюжетное приключение, но с возможностью незначительно повлиять. Игра умеет тебя удивлять эффектными происшествиями на протяжении всей компании. Игра ни разу не скатывается именно в такое вот уныние, когда ты думаешь, ну, снова и снова одно и то же делаешь. Нет. Это именно что выверенные приключения в плане темпа, в плане того, что одна деятельность сменяется другой. Ну, как? Одна деятельность, когда ты без особого напряга убиваешь противников, сменяется деятельностью, когда ты довольный сидишь перед телевизором-монитором и смотришь на постановочный ролик. Но, опять же, это важно для сюжетной игры. Это важно, чтобы она не буксовала. Это важно, чтобы она не скатывалась в единообразии. И Стражи Галактики не скатываются. Это круто. Ну, правда, здесь есть моменты, когда герои в буквальном смысле скатываются. Чисто в стиле Uncharted. Ну, а сделаны они неплохо, длятся недолго и, опять же, разбавляют происходящее. В этом моменте к Стражам Галактики вопросов нет. Как нет вопросов к музыке. Прекрасная подборка композиций. Как нет вопросов к графике. Красиво, чётенько, хорошо. Есть, правда, вопросы к багам. Потому что я за время прохождения раз примерно пять был вынужден перезагружать ближайшую контрольную точку. Потому что после битвы ничего не происходило. А должно было произойти, я должен был пойти дальше. Я за стрим два раза перезагружал. Почему? Потому что в один момент я слишком рано нажал на кнопку ответа, и всё зависло. Второй момент, всё изображение на экране внезапно пошло какими-то глюками. И пришлось заново это всё перезагружать. У меня был один вылет за пределами вот этих проблем с активацией скриптов. И пару раз персонаж застрял в окружении, в элементах окружения. И, соответственно, не мог двигаться. Я не скажу, что таких багов у меня было много. Люди жалуются, что у них и больше есть. Но у меня было немного. Здесь что важно, на мой взгляд. Мы говорим о сюжетном, линейном приключении от крупного издательства с претензией на ААА. То есть не о какой-то такой сложной системе сколько-нибудь. Нет. Просто линейное приключение. И наблюдать в таком вот линейном приключении столь обидные баги. На мой взгляд, ну это странно. Можно было бы уже как-то избавиться от подобных неприятных моментов. Но что забавно, несмотря на то, что эта игра как бы поражает тебе визуальной составляющей. Очень красивые ролики. Приятные герои. Тем более популярные герои. Да, это те самые Стражи Галактики, которые стали звездами киноленты Марвел. Очень классная пятерка, которая вызывает к себе глубочайшую симпатию. Но по какой-то причине игра, по крайней мере в Стиме, провалилась. На старте в ней играло около 10 тысяч человек в пике. Это гораздо меньше, чем даже провалившийся Marvel's Avengers, который в пике играло 30 с небольшим тысяч человек. И потом активность игроков снизилась до нескольких сотен в пике в течение дня. И поэтому, когда смотришь на небольшую популярность Guardians of the Galaxy, что же пошло не так? Почему люди не приняли этот продукт? Это же тот самый ААА, которым люди мечтали. Тебе просто в лицо бросают деньги. Показывают, что вот, каждый доллар, который нам дали, мы использовали. Посмотри, какая анимация. Посмотри, какие лица. Посмотри, какие выражения на этих лицах. Посмотри на эту живую мимику. Посмотри, какие мы декорации сделали. Ну, купи ты! А люди почему-то не покупают. Почему? Ну, возможно, потому, что компания Square Enix изначально начала развивать это направление с кооперативной гринделки Marvel's Avengers, которую многие люди не поняли, не приняли. И были сильно этим разочарованы. И в целом, вот эта вот идея Square Enix начать осваивать вселенную комиксов Мстители с кооперативной гринделки, люди просто смотрели и думали, ну, хрена! Да, опять же, концепт супергероев в видеоигр в последнее время чувствует себя, ну, не идеально, но как минимум хорошо. Благодаря трилогии Batman Arkham, благодаря Человеку-пауку от Sony. Что это? Это приключенческие боевики в открытом, ну, или с ограничениями мире. Пожалуйста! С прекрасным сюжетом, с прекрасным протагонистом, антагонистами, опять же. И при этом в этих играх есть геймплей, и его много. Да, он поверхностный тоже, он не слишком глубокий, но в то же время его много. Тебе есть, что в этом мире делать? В случае с Guardians of the Galaxy, как мне кажется, когда люди видят вот эти вот прекрасные постановочные ролики, потом видят кусочек геймплея и понимают, что, в принципе, это я с удовольствием могу посмотреть на Ютубе и вряд ли что-нибудь потеряю. Это раз, да. Во-вторых, тяжелое наследие Marvel's Avengers. О, Господи! Обжегшись один раз, уже потом компании Square Enix в этом вопросе доверять не будешь. При том, что сюжетно-повествовательная часть в Guardians of the Galaxy на голову выше, чем то, что нам предоставили в Marvel's Avengers. Где девочка, получившая способность растягиваться, оказалась в окружении супергероев, всем хорошо известных, каждый из которых роняет сопли. И только она, эта маленькая девочка, может заставить Халка, Капитана Америку, Железного Человека, вот собрать эти все слюни и пойти, наконец-то, сражаться с реальной угрозой человечеству. Да, будь мужиком. Какой из меня мужик? Я не хочу, я быть мужиком. В современном мире это не модно. Что мне еще понравилось в Guardians of the Galaxy? А то, что эта игра напомнила нам о том, что, в принципе, вот так сегодня должна выглядеть, наверное, любая ААА игра. С хорошей графикой, с хорошими декорациями. Потому что, когда смотришь некоторые игры, в которые издатели вкладывают сотни миллионов долларов, а на выходе получается New World, ты такой, как? Не соотносится. А вот здесь я вижу, даже если разработчики скажут, что они потратили 500 миллионов долларов, я скажу, я верю, да. Потому что эта игра выглядит гораздо дороже и богаче, чем все, что выходило в 2021 году, так точно. Рядом с ними можно поставить разве что эксклюзивы от компании Sony, где тоже огромное внимание уделено именно что презентационной части. Но, в играх от Sony, я повторю еще один момент, геймплею тоже уделяется внимание. А здесь такое ощущение, что разработчики в последний момент, вот они делали мультик-мультик, и радовались этому, создавали это приключение. Потом, ребята, мы не мультсериал делаем, мы игру делаем. И они такие, ёпс, ильмопси, ладно, давайте быстренько коридорчики нарисуем, и вот эти вот однокнопочные сражения. Ну ладно, несколько кнопочных. Да, при всех моих претензиях к Рачатой Клан Крифта Парт, особенно претензиях к сюжету, кстати, и к реализации боссов тоже, но как игра, она мне, например, понравилась больше, чем Стражи Галактики. Потому что там были задорные и напряженные перестрелки на максимальные сложности. Да, если Guardians of the Galaxy провалится, а скорее всего так и будет, потому что активность стимии легко экстраполируется на пользователей PlayStation и Xbox, мне будет очень жаль тех специалистов, которые принимали участие в работе над этим проектом. Высококлассные специалисты, молодцы. Но мне будет ни капли не жаль. Компанию Square Enix. Вот я здесь тоже хочу сказать, да, я здесь побуду таким максимальным циником, вот нихрена не жалко. Когда-то компания Square Enix прибила на полусловие серию Deus Ex. Ну, Human Revolution и Mankind Divided, которая закончилась вот именно что, обрывисто, и люди начали ждать продолжения, а Square Enix сказала, ай, в пень. Marvel's Avengers. Да-да-да-да-да, вот у нас эта серия. Guardians of the Galaxy. Эта серия у нас уходит в отпуск. Когда Shadow of the Tomb Raider, ну, последняя часть новой трилогии Tomb Raider, была скомканной, такой вот какой-то полуготовой, недоделанной. Там были интересные решения, это неплохая игра. Но когда я ее проходил, я прям чувствовал, что разработчики вот как-то это все слепили, как-то это все выпустили, а потом Square Enix, так-так-так-так-так, у нас контракт с Marvel, отлично, сейчас мы будем рубить бабло. Жрите, что называется, жрите последствия вот этой вот политики. Вы хотели супергероев? Вы хотели на этом легко заработать деньги? Хавайте, блин. Серия Deus Ex в бессрочном отпуске, серия Tomb Raider непонятно на каком свете, серия War тоже непонятно на каком свете. Сиф. Да, когда-то компания Square Enix перезапускала игру, там в той части, кстати, что-то получалось, там была неплохая механика, там были круто проработанные элементы, местами мне нравилось играть, там были проблемы и сюжет от Рианы Прачут, хотя на современном фоне реально Прачут не такое фуфло, и откровенно ненужные отрезки растягивавшие компанию там тоже присутствовали. Да, ну так или иначе, был потенциал, но Square Enix сказала, а не хотим, что-то не то. Но студию Interactive благо удалось убежать от Square Enix и забрать права на интеллектуальную собственность Hitman, благодаря чему мы получили целых три, ну три сезона, я бы сказал, перезапуска. Очень хорошие, мне нравятся. А вот сейчас компанию Square Enix вот вообще не жалко. За Адама Дженсона, мать его. А если как-то подытоживать свои впечатления о Guardians of the Galaxy, то после просмотра... Да, я, наверное, хочу сказать слово просмотра, а не прохождение. После просмотра вот этих вот новых Стражей Галактики, я могу сказать, да, я получил крутую историю с офигенными героями, с потрясающей событийностью, с отлично продуманным повествованием, когда все это вот раскручивается, 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 становится глобальней, 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 с офигенными срачами между героями, между сценой, где Звездный Лорд и Ракета лаятся, ну она восхитительна, с интересными разговорами, с крутыми женщинами, с незабываемой леди Хеллбендер и ее монстрами. Классно, круто, красиво, пафосно, где надо смешно, где надо умеренно грустно, где надо умеренно забавно, вот именно классно все это собрано, восхитительно, правильное такое вот яркое космическое приключение, то, что мне хотелось видеть на экране в стиле Стражей Галактики. Но при этом я получил проходную механику, просорные битвы с боссами и не очень нужную беготню по вот этим вот коридорчикам ради ресурсов сомнительной ценности. То есть я могу сказать, да, это крутое сюжетное ААА приключение, все деньги на экране, музыка, постановка, полеты, стрельба, прям красиво, красиво. Но вот ко мне подойдет человек и скажет, Миша, а если я посмотрю прохождение этой игры на Ютубе, как мультсериал по Стражам Галактики, я что-то потеряю, я ему скажу, ну да, ты потеряешь эффект от ряда моментов, где используются лицензионные музыкальные композиции, потому что многие Ютуб-блогеры, которые выкладывают полное прохождение, они хотят еще и монетизировать свой контент, а наличие вот этой вот музыки не позволит им этого делать. Поэтому да, эффект от некоторых сцен пропадет. Нелинейность, она тут такая, больше занятный штрих, ничего не потеряете. И все, в общем-то, такое, да. То есть я по итогу отвечу, не, ну ты можешь посмотреть? И в общем-то, да, трагедии не случится, и я тебя не осуждаю. Это не та игра, в которую надо поиграть, надо вот именно что, механику прочувствовать. Вот в том-то и дело, да. Вот в том-то и дело. Это прекрасный проект для Ютуба. Так что, дорогие друзья, большое спасибо. Если вам данный обзор показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Ну и, помимо прочего, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Патреон или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо, и дальше продолжаем работать. Да. 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 Снова будешь ныть? Конечно. Какая бы игра ни выходила, ты все ноешь и ноешь. Музыка здесь не очень. Слушай, да-да-да, музыка не очень. А что это такое там всякие? Говорит сначала это... Попса. Да. Что-то надоели бессюжетные игры. Дайте мне побольше сюжета. На-те, дали. Хорошую постановку хочу, как у Naughty Dog. На-те, дали. Классных персонажей, классную вселенную, Стражи Галактики, Марвел. Дали. Все равно кривится. Да. Вот что с тобой делать? Ну как, потому что мне в этом году уже дали классную вселенную, крутых персонажей, потрясающий сюжет. Мне было хорошо, когда я в Диск Элизиум. Разработчики, просравшие сотни миллионов долларов в Guardians of the Galaxy, такие сейчас, блин, сравнил, так сравнил, блин, боженька. Ты видел, сколько у нас там в пальчике гаморы больше полигонов, чем во всей Диск Элизиум вместе взятой? Во всех локациях Диск Элизиум. Безусловно. А две песни Sex Pistols лучше, чем весь саундтрек Стражей Галактики вместе взятой. Вот и все. Так там же нормальные хиты 80-х или 90-х. У Sex Pistols? А, нет, у Стражей Галактики. Бради бога. Две песни Sex Pistols лучше. Ладно, три у них, по сути. Приходится разговаривать, общаться вообще с фанатом Sex Pistols, каких-то панков британских. Да, да, да. Я не знаю вообще. Боже, храни реваншоль. Как это так? Хоть бы Продиджи слушал, так нет, всякую херню вставляет в уши. Вот ими. Начинаем. Да.